...вооружённым ограблением, просто артист. 63 вооружённых ограблений, это только известные нам. Жаль того, кто станет у тебя на пути. Джордж Хэнскомп однажды вскрыл сейф за 45 секунд. Ни одна система не устоит перед этими пальцами. Теперь пишем на камеру для потомства. Идите, мальчики. Покажите, на что вы способны. Что же, ребята, кто первый на выход? Нужно всё записать на видео. Я хочу знать, где Ахиллесы пята в их системе охраны. Мне их даже жаль. Не стоит, Уоллес. Они и пушечное мясо. Он всегда там, где нарушают закон. Что это такое? Это достижение технологий 21 века. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения, и всё же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Титановое покрытие неуязвимо. Новая модель телефона? Почти. Набираешь один, два, три. Отлично. Ты хочешь помочь? Ты можешь помочь. Все на пол. Иначе стреляю. Лицом вниз. Лицом вниз. Жил как герой. Умер как дурак. Чёртов, ублиток. Дай сюда. Работайте. Всё это непрактично. Если вспомнить о недавнем происшествии, прошу отметить, просто прохожий всегда может решить, что это телефон. Фрэнки, я всё поняла. Это не очень удобная вещь, у нас другие потребности. Если бы мне дали возможность участвовать в операциях, то мне бы это помогло. Что? Я не хочу быть придатком к компьютеру. Мы не собирались сделать из тебя придаток. Не двигаться. Выпустите меня. Всем молчать. Полиция скоро будет на месте. С этими клоунами они справятся и без нас. Ты разочарован. Это плохо. Совсем плохо. Это должно быть водитель. Что за чёрт? Малыш, у тебя нет шанса. Чёрт. Что это за торпеда? Оставьте себе на память. Спасибо за сотрудничество. Что за чушь? Кто вы такие? Капитан, капитан, я от радости пьян. Наш путь подошёл к концу. Увидишь на пирсе толпа горожан? Слёзы размазывает по лицу. Какая у него машина? Португальская. Кажется, Вольво. Простите. Как я могу вылезти из этого дерьма? Меня жена пилить начнёт. Вы должны нам помочь. Тогда посмотрим. Не могу поверить, что такая команда чуть было не ограбила самый престижный в городе ювелирный салон. Очень неорганизованное ограбление. Слишком неорганизованное. Но это единственная зацепка. Шутишь? Полиция прислала нам видеозапись, они просят нас вмешаться. Эти парни молодцы. Не то слово. Организуют ложные ограбления и изучают работу охранных систем. Потом легко и быстро забирают ценности и уходят. А что это за поэзия? Это же Уолт Уиттман. Это метроном. Помогает точно работать. Видишь, она всё влечает. На часы смотрит. Ясно. А кто они такие? Нам его найти. Да? Кстати, как дела на порно-сайте? Это не твоё дело. Это вообще не её ума дело. Это нарушение профличности. Ничего себе. Хотел бы я посмотреть, что она скажет, если я начну копаться в её... Вот, психологически. Нет, мне точно нравится. И знаешь что? Ты не права. Это твоё. Да, но чего-то не хватает. Знаю. Растегни куртку. Если ты хочешь зацепить Фина, нужно соответственно выглядеть. Ладно, но больше никаких предложений. Договорились? Ясно. Коул, нам нужны... И если я попрошу, попросишь разменять. На всякий случай повторяю, это дурацкая затея. Мы должны купить Фина на романтику. На какую? Вот клиент. Стараемся соответствовать образу. Это не всем легко дается. Вот и вся история. Каждый раз, когда я начинаю на что-то надеяться, ничего не выходит. За это сидел в Мелисберге? Откуда ты знаешь про тюрьму? Шутишь? Супербеглеца Бобби знают все. Давайте знакомиться я, Клифф. Это Ту-Тоун. Это Китти. Мы отдыхаем. Ты тоже там сидел? Пять лет. Я тебя не помню. Местечко-то не маленькое. На самом деле, он в основном сидел в одиночке. То есть один. А ты, малышка, ты тоже знавала плохие времена? Очень плохие. За что? Книжку написать. Я не знаю. Бобби, что ты говоришь? Для успеха нужно три вещи. План, способность его осуществить и стиль. Это точно. Учись, пока я жив. Смотри. Я хочу надуть эту девчонку. Так, чтобы она ничего не поняла. Простите, можно жвачку? Глупости. Парень неудачник. По-твоему, они могут оказаться хороши? Им не нужно ничего уметь. Им нужно принять удар. Путникам. Чистая работа. Я выполняю свой долг. Ты подумал насчет моего предложения? Сейчас не время. Ты нам нужна здесь. Пошли. У нас встреча с Финном. Ладно. Знаете, что нам придется делать? Мы с тобой как-нибудь покатаемся? Может быть. Кстати, почему бы тебе не дать нескольких уроков Клиффа? Что? Повороты, перестроения на скорости? Нет. Извини. Не обижайся, старина. Этого нельзя научиться. Это в крови. В крови. Ясно? Ясно. Привет, Бобби. Рад тебя видеть. Это хорошо. Вот, я вам о нем говорил. Есть. Кто ты такая? Кто надо? Мы встречались. Мир велик. Я тебя не помню. Вот и хорошо. Бобби хорошо, а вас отзывался. Он преувеличивал. Посмотрим. Как только я решу, я извещу мистера Фина. Мы подождем. Я обещаю. Что? Ах, вот что. Вот почему ты пришел. Я не нанимаю слепую. Если они чисты, я найму их. Расслабься. Я позвоню. Я не волнуюсь. Я точно знаю, что с ним будет. Он снова сядет в тюрьму. Я с ней соглашусь. Мистер Коул. Я никогда никого не забываю. Никогда. Что ты можешь сделать? Придумать ему новую жизнь? Он не из-за меня с ума сходит? Это удар ниже пояса. Ребята, Звонил Финн. Нам пора. Тутауна, скажи мне, они вместе? Кто? Ну, они... У них роман, они живут вместе? Да нет, нет. Нет. Хорошо. Знаешь, что мне кажется? Мы с тобой могли бы жить вместе. Правда? Послушай меня. Я повезу тебя кататься. Ветер будет трепать твои волосы. Это романтично. Я не... Скорее всего, федерал. Мистер Коул учился водить машину на специальных курсах. ФБР. Это было давно, к тому же, все не совсем так. Я всегда знал, что ФБР захочет мне отомстить, но я никогда не думал, что они это сделают так глупо. Так ты, водитель! Води монетку. Береги себя. Да. Кто двинется, покойник. Ясно? Мне нужна эта телефонная линия. Как ты? Отлично. Встряхнись. Откуда он будет звонить? Не со своего телефона. Он подстрахуется. Позвонит из автомата. Подождите. Подводим сюда. Теперь вот так. И вот так. Центр безопасности. Это прачечная? Нет. Вы мне сказали, сэр. Я забыл. Спасибо, вы мне очень помогли. Все в порядке? Да. Похоже, в ближайшее время пиво мне не светит. Так ты правительственный водитель? Бывший. А я хотел тебя учить. Как маленького. Да уж, яйца, курицу. Здрасте. Федеральный резервный банк открыл филиал в метро. Большой куш. Предсказуемые действия охраны. Когда идем? Прямо сейчас. Через шесть дней эти счета станут бесполезны. За шесть дней можно многое успеть, мистер Коул. У меня есть клиенты, они захотят заплатить по 75 центов за доллар, а потом обменяют их в Гонконге к себестоимости. Это выгодно всем. Так мне кажется. И наша доля какова? Я делю честно. Мне кажется, это нужно обсуждать приватно. Прости, она со мной. Не забывай. Заткнись, или у тебя будут проблемы. Отстань от него. Босс говорит, я с вами. И что нам делать? Черт, не можем же мы разнести к черту это место. Ребята, мы же не счета пришли менять. Тебе непонятно подсказать? После того, как мы засыпемся, Латимер вышлет профессионалов. Мы подсадные утки. Что? Хочешь выжить, сохраняй спокойствие и слушай меня, ясно? Наши действия? Берем охранника, себя называем. Невозможно. Только так мы сможем остановить Латимера. Если вы хотите поменять счет, то очередь там. Офицер, моя фамилия Коул, федеральный агент. Ты из ФБ? Заткнись, Бобби. Мы работаем под прикрытием. Готовится нападение. Этот гусь тоже... Полиция, Метрополя. Всем оставаться на местах. Что происходит? Кто-то нажал на кнопку. Ложный вызов. Ну, раз уж мы приехали... Всем на пол. Лицом вниз. На пол. Никому не двигаться. Лежать тихо. Уэстлик, в тот конец. Фрэнки, прикрой нас. Хорошо. Раз, два, три. Пошли. Там нет пуль. Когда полиция найдет ваши трупы, она удивится. Латимир, не торопись. За ним. Пошли, пошли. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...